Люди-то, ну, умерли, но они живы в наших сердцах, пока мы о них помним. Вы знаете, Юрик, он не знает. То есть весь мир знает, а мы настолько вот, а мы ищем героев себе, да? У нас за плечами Ирак, Сомали, Полюса, Тибет, Бутан, кому визы очень редко дают. Горячие точки многие, Панкийское ущелье, когда банды Гилаева зашла туда. Вот как? И помочь этим деткам надо, да? Или помочь вот человеку все-таки в больницу его отправить в хорошую, чтобы его пролечили? Так и назвали река, по которой бегут эти женщины, похожие на амазонок из Северного Причерноморья. Было достаточно сложных и спорных моментов, которые мне иногда по ночам снятся до сих пор. И поэтому я не могу осуждать никаких людей. Прежде всего, нужно научиться осуждать себя. Здравствуйте, вы смотрите канал Витража о Вере в красках. Рубрика «Без глянца» и сегодня «Без глянца» у нас Константин Стагниев. Тележурналист, ведущий, писатель, путешественник. Здравствуйте. Добрый день. Константин, скажите, пожалуйста, первый раз я услышал о Константине Стагниев, когда я смотрел «Криминальную хронику», «Криминальные новости». И вот у меня было две любимых программы. Это «Следствие вели» и вот те проекты, которые вы вели, потому что оно другого не было на украинском телевидении, по сути. Это, с одной стороны, масса именно криминальных новостей негатива. Но, с другой стороны, мы с вами беседуем, и я вижу на 100% положительного, позитивного человека. Как такое может быть? Ну, я думаю, все в этом мире двойственно. Поэтому есть зло, есть добро обязательно. Есть день, есть ночь. Сладкая, горькая. Поэтому такая двойственность, она понятна. И мир у нас полярный, там, Южный и Северный полюс. Поэтому человек должен быть многообразен. Он состоит из таких вот вещей. То же самое и моя душа. То есть есть работа, любимая работа. Есть несколько десятков, два десятка лет я отдал милиции, проработал, занимались правоохранительной театрой, в том числе и информировали общественность о том, что делается, как выявлять, там, разыскивали. Много разыскали людей, которые нуждались в помощи, например, попадали в приюты, памяти лишались пожилые люди. Их никто не мог, ну, вот лежит там в больнице человек, и он не помнит, кто он и что. Но никто не может, ну, разыскать. Помогали разыскать преступников. То есть это вот такая сфера жизни и моей работы. Естественно, что надо как-то от этого очищаться. Душу чистить надо, поэтому. А как чистить душу? Вот, а помимо этого есть еще и вот такие вот светлые моменты, которые иногда возникают из этой работы, когда находят своего пропавшего отца или мать, люди, и приходят с благодарностями, это радует. А вот человеку творческому, когда уже закончил работать в милиции, когда уже, ну, стремился к тому, что, ну, к свободе духовной, поэтому меня уже интересовали исторические вещи, секреты, которые разгадать надо. Там, дальние страны. Почему люди отличаются друг от друга от друга? Почему я приезжаю в одну страну, улыбаются люди? Мне нравится, например, там, во Вьетнаме или где-нибудь, Таиланде. Я считал, что самые дружелюбные нации, потому что там начнешь кричать на человека, он может, его в ступор может ввести, там, нельзя повышать тон, потому что у них различие в языках, одно слово может иметь 14 значений в зависимости от произношения. И человек, раздающийся не с музыкальным слухом, он такой наполовину глухой у них. Вот, они говорят тихонько, и все понятно. А есть люди с фальшивыми улыбками, приедешь, у них такие натянутые, ты думаешь, о, они радуются тебе. Да, да, вы даже в Фейсбуке целый рейтинг такой, да, провели? Да, у меня рейтинг я образовал за этого. Вот, поэтому вот хотелось в этом всем разобраться. И душа отдыхает, когда занимается такими творческими поисками. Поэтому вот такая двойственность, вот очищал душу такими творческими исканиями. Вот с одной стороны творческие искания, с другой стороны, быть может, какая-то своя система ценностей. Вот какая она система ценностей Константина Стагния? Достаточно классическая и простая. То, чему вот учили меня мои родители, родители могли учить, естественно, у них не было. В то время, после войны, они восстанавливали Киев разрушенный, и познакомились, мама с папой. Мама с Винницкой области, папа с Черкасской области, с Вениградского района. И приехали восстанавливать Киев. День, ночь работали фактически. Меня в 9 месяцев отдали в ясли, потому что сидеть дома некому было. Это не нынешнее время. И поэтому мне прививались эти ценности, которые в то время были основными. Я позже, когда становился взрослее, анализировал, насколько они хороши, насколько они плохи, насколько они уместны в современном обществе. Кое-что не приживается. Человек развивается, что-то уже кажется примитивным, что-то кажется манипулятивным. Но остаются классические добрые ценности, которые есть. Но делать добро прежде всего. Если чего-нибудь начинаешь, медикам и юристам я всегда, когда разговариваю и задумываюсь над такими вопросами, или рекомендовать что-то, иногда публичный человек спрашивает о том, а вот операцию такую делать или не делать. Я говорю, я же не врач, посоветуюсь, позвоню знакомым врачам, проконсультируюсь. Главное, чтобы не сделать хуже. Поэтому такие вот вещи, что творить добро надо. И когда ты советуешь, то надо думать о том, чтобы не навредить при этом, при всем. А медик, когда делает, главное, все-таки у него не навреди. И очень осторожно, вот из таких вещей парадоксальных, которые я понял, анализирую, вот те простые ценности, заложенные о том, что добро очень сложная такая штука. С ним нужно быть очень осторожным взрослым людям, особенно уполномоченным властью, имеющими силу коварства. А что вы имеете в виду? Ну, иногда под личиной добра может зло приходить. Например? Поэтому нужно рассмотреть. Ну, несущий там прогресс, например. Некоторые аспекты прогресса, когда мы начинаем бежать вперед и забываем оглядываться назад. Кстати, это огромная проблема. Я тут соглашусь с академиком Капицей, покойным мужем, который, анализируя, каким будет будущий мир и до какого предела может развиваться человечество, он задумывался о том, почему, например, время неоднородного у нас, но технического прогресса, например, за тысячи лет, раньше время, до нашей эры, какое-то событие занимало тысячу лет. Потом в средние века, для того, чтобы какое-то открытие произошло, должно было произойти несколько сот лет. А потом 19-20 век уже каждый год проходили какие-то открытия, там уже радио пошло, там самолеты, двигатели, там все развивалось. А сейчас в 2000-х уже практически каждый месяц что-то новое у нас, новые догоняют, догоняют, открывают новые частицы, новые аспекты вселенной. И настолько быстро развивается, и вот Капица просчитывала о том, что в будущем еще скорее будет, каждую минуту будет новое открытие. Технологически это взаимосвязано с развитием человечества, потому что человечество нарастает такими темпами, тоже непропорциональными. Там за несколько тысяч лет, за миллионов лет, людей появилось на свете меньше, чем за последние сто лет. За сто миллионов меньше, чем за сто. Удивительная штука. И до какого предела? Считают, что будет предел человечества порядка 12 миллиардов, потом остановится такой вот прирост. И вот эта скорость развития технологического общества связана со скоростью развития человечества. Они взаимосвязаны между собой. И что вот, к чему я вот это все подводил? К тому, что самая большая проблема – это культура человека. Потому что культура человека, она не успевает за техническим прогрессом. Для того, чтобы человек стал культурным, его должны заложить фундамент родители общества, которые есть, традиции, которые были перед этим. И поэтому вот такие вот вещи сейчас упускают многие из видов культуры. Это основная проблема нынешнего современного общества, я считаю, потому что вот культура людей не успевает за техническим прогрессом. Поэтому мы видим там в Инстаграме или в соцсетях любых там в интернете сокращение каких-то вещей. Там люди не успевают. Я со своими детьми разговариваю. Там, папа, а можно там что-то попросить? Ну, я сделаю, говорю, хорошо, Машенька. Она такая... Я говорю, слушай, а что же сейчас делаешь там? Я еду домой как раз. Я говорю, вот у тебя много времени занимает написать слово спасибо, например. Совершенно, оно ничего не решает в твоей жизни в данную секунду. Но человек начинает сокращать вот эти вот вещи. Иногда я понимаю, что это может быть такая ворчливость, а иногда я думаю о том, что все-таки это обрезаем по чуть-чуть культуру. Отказ от отчества людей, например. Я, когда знаю отчество человека, у нас есть время поговорить, вот за столом, когда сидим, я считаю важным упомянуть отчество и почествовать отца этого человека. Помимо того, что еще и в славянской традиции было еще и мать чествовать, потому что мы можем там, если вспоминать, то были Анастасичи, например. И, ну, приятно же, и отцу там, например, потому что люди-то, ну, умерли, но они живы в наших сердцах, пока мы о них помним. А здесь вот в этой спешке и в суете мы начинаем отказываться как бы от своих родителей, не упоминая их неотчество. Ну, часто тут же вопрос не только спешки, а вот определенной такой смены культурной парадигмы, когда размываются границы. Вот я о том и говорю, что культура, мы не успеваем за культуру. И вот с этим размытием границ, вот вы заговорили о семье, да, заговорили о переписке с дочерью. Вот насколько вам резонирует, и вот какая ваша реакция на слова, даже сейчас лидеров целых религиозных движений, которые все чаще продвигают идею равенства для однополых браков, и говорят о том, что вот этим людям нужно особое внимание и особые права. Вот что вы об этом думаете? Я думаю, что это очень сложная тема, и должны заниматься специалисты, потому что у меня есть свое мнение на этот счет. Да, вот сомнение субъективное. Да, но дело в том, что в этом и кроется коварность. Мы начинали наш разговор из того, что не навреди. И я публичный человек, я высказываю свое мнение сразу же, если программу нашу посмотрела, там порядка 5-6 миллионов человек вечером, то представляете, вот обязательно у половины хотя бы из них они могут отставить точку зрения. Половина, может быть, смотрит несогласная со мной, хотя, я не знаю, они переключили бы канал. Наверное, и больше людей, согласных со мной. И когда я говорю свое мнение, то миллионы людей становятся сторонниками этой точки зрения. А если я ошибаюсь, я же не специалист? И представляете, я миллионы людей ввожу в заблуждение. Это очень большая ответственность. Сейчас политики, чиновники, они безответственны. Просто они говорят то, что им кажется. А их мнение они иногда подменяют знанием. Они говорят, вот такое событие, это моя точка зрения. Так это твое мнение, или это действительно вот так вот происходит? Это знание, что вот так происходило. Поэтому я очень осторожно отношусь к вопросу, который вы задаете. Потому что я не специалист в медицинских аспектах. Спор идет давний. Или это все-таки отклонение от нормы, или это все-таки норма. Или это человек рождается с такими вещами, или все-таки приобретает в социуме эти отклонения. И поэтому я же не медик, могу ошибаться. Но я считаю точным, что мы должны придерживаться в нашей жизни правил и одинаковых критериев в подходе ко всем. А не быть лжилами, например, как западные многие культурологи, в кавычках я их называю, которые, например, говорят, что можно обзывать и делать карикатуры на пророка. Сейчас он что делается. Говорят, ну, пророк, но это же святой для кого-то, для миллионов людей, возможно, для миллиардов людей. Святой все-таки какой-то. И на него можно, это свобода такая. Но вы попробуете Шарли Абдо попросить сделать на какое-нибудь сообщество, о котором вы спрашивали, карикатуру. Это сразу заблокируют, и никто о свободе не будет говорить. Я думаю, что же это за критерии такие? То есть святыней пророка можно, это свобода. А если ограниченное сообщество, которое я не знаю, как относиться. Потому что с точки зрения это мракобесие, а это уже такие вот ценности. Видите, видите, вот это вот такие вот вещи и манипуляции сложные. Поэтому я считаю, что все люди имеют право на достойное развитие в обществе, имеют право высказывать свою точку зрения и свои взгляды, если это не противоречит и не задевает интересов других. Поэтому, если люди хотят вот так, я не морализатор, я не имею права. Я достаточно делал разных вещей и спорных в своей жизни за 50 лет жизни. Тем более с 18 лет у меня началась такая военные будни. Меня призвали в армию, я служил в Афганистане. Все-таки, правда, выводили мы колонны уже советской армии, не наступательная все-таки на вывод войск. Но было достаточно сложных и спорных моментов, которые мне иногда по ночам снятся до сих пор. И поэтому я не имею права кому-то насаживать свою мораль и говорить о том, что вы правильно делаете или неправильно. Поэтому я не могу осуждать никаких людей. Прежде всего, нужно научиться осуждать себя, быть требовательным к себе. А Бог судья им будет потом все-таки, но не я. Да в то же время должно же быть какое-то, по крайней мере, мое личное противостояние чуждым ценностям, которые пытаются навязать. Быть может. Вы знаете, чуждые ценности тоже сложный вопрос. Ведь когда-то хорошие ценности, они были чужды нам, а потом приходили или в какой-то стране было там мракобесие, пришли хорошие люди, и тоже христианство распространялось. Это тоже были для кого-то чуждые ценности, и они приходили и становились своими ценностями хорошими. Поэтому чуждые ценности – это не значит, что они плохие. В данном случае, мне кажется, что каждый имеет право делать то, что он хочет, вот то, о чем я говорил, но пропагандировать вот эти вот вещи все-таки нельзя, мне кажется. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети, когда им в школе начинают говорить и рисовать бесформенные тела, и говорить, что это правильно, но мне кажется, как не специалисту, что это все-таки неверный путь, и природа заложила в нас совершенно другие вещи. А когда мы пытаемся изломать природу, то сами от этого пострадаем, и сейчас это чувствуем все, кстати. Вот совсем недавно, как бы вокруг света за 80 дней, это оказалась такая фантастика, но реализуемая. Сейчас вот я просто смотрю на тот калейдоскоп, который у вас в ленте, что вот масса стран, которые можно объезжать, но достаточно быстро, благодаря там современному транспорту. У вас много путешествий, книги, книги, которые стали путеводителями для людей, которые с художественной книжкой ходят, да, что чувствует автор, когда он знает, что из его книжки, не знаю, как с кодом да Винчи по Ватикану там, нас ваши там, не знаю, может быть, по Гитлера ищут, вот следы. Не Гитлера, действительно, ну, Гитлера, может быть, ищут, действительно спрашивают там, а на полюсе вы были, были, а земля королева мод, там база 211, знаете, не только знаю, а мы еще и на Южном полюсе в Антарктиде нашли металлическую кружку 43-го года с немецкой свастикой. Что на полюсе, кто привез, кто забыл ее, там подложили, что ли, это что, добраться туда надо, не факт, что мы ее найдем, то есть кто-то подложить нам не мог ее. Ну, значит, там были немцы и занимались вот такой постройкой базы 211, и вот есть люди, которые занимаются этими поисками, действительно, но более массовое явление это приобретало по нашим тибетским книгам, у меня одна документальная и художественная приключенческая книга о Тибете, и по документальной книге вы купили туристические агентства, и люди просто ходят по этой книге, и я очень радуюсь этому, этому и горжусь, не только потому, что они именно меня читают, а потому что я пытаюсь людям свои ориентировать ценности о том, что мы говорили. Я не ругаю и не крушу чужие ценности, но я отстаиваю свои. И когда у нас споры идут о том, какие герои должны быть в Украине, одним нравятся, другим не нравятся, я думаю, ну а есть ли герои, которые понравятся всем в Украине? Есть, и не только эти герои есть, но их специально, ведь остальной мир их прячет от нас, для того, чтобы мы не могли гордиться своими ценностями. Дает нам ложные ценности, вот, а ну давайте спорьте, кто лучше этот или этот, то есть, чтобы увести от правильного ответа, дают два неправильных. И люди начинают убиваться за неправильные, выясняют, кто из них специально увели в сторону. А правильно есть? Есть. Считалось, что письменность Майя нельзя расшифровать. Этим занимались американцы, и такой ученый Эрик Томпсон, историк известный, и он был светилом мирового уровня. Среди археологов, вот как сказал, вот это уже все. Он собирал консилиумы. И вот, когда коснулось письменности Майя, он сказал, что это все, ну, типа смайликов, это вот душевно они рисовали, что-то там, какие-то иероглифы, даже не назовешь, потому что иероглифы все-таки смысл несли. А здесь вот просто душевные порывы они изображали, и поэтому расшифровывать письменность Майя нет смысла. А вот, и тратить деньги, и все, такой клише поставил, печать, и все. Прекратились исследования письменности Майя после этого. В это же время, после войны, учитель из-под Харькова Юрий Кнорозов делает доклад и доказывает, что все, что человек мог придумать и зашифровать, то человек может и расшифровать. И он такой сложный метод, сейчас не будем углубляться, там филологический, орфоэпический метод восстановления. Вот, потому что язык сохранился. Майя, они там живут на территории Белизы, Гватемалы и части Мексики в джунглях. Язык сохранился, вернее, речь сохранилась, а письма самого уже утратили, не умеют писать. И вот он этим орфоэпическим методом смог доказать, что это все-таки можно расшифровать. И начал расшифровать. Его высмеялись, смеялся весь мир над ним. Глумились там страшно газеты посмотреть, там американские, мировые, там какое-то Советский Союз. Ну да, какой-то там учитель, непонятно откуда. Опять Советский Союз опять выдумывает что-то, хочет у Великого Запада отобрать его изобретение. И насмехались. Потом начали пробовать. И потом оказалось действительно, что Юрий Кноразов предложил правильный метод. И начали расшифровывать. Начали уже маянисты появились. В Украине несколько человек. Юрий Полюхович, он расшифровывает надписи «Майя» и пользуется мировой славой. И потом он стал почетным членом всех Академий наук мира. В Южно-Северной Америке приезжаем. У нас в группе был Юрий Полюхович, который расшифровывает надписи «Майя». И когда мы с кем-то знакомились, встречались с губернаторами провинции в Мексике, или с какими-то деятелями, или на улице встречаемся. И там, а как вас зовут? Мы представляемся, Юрий. Они такие, о, Юрий, знаем. Два Юрия они знали. Юрий Гагарин и Юрий Кноразов. Вся Америка, с кем не поговоришь, все знают Юрия Кноразова. А вот вы упоминайте, что когда вы ездили туда и снимали о нем какой-то проект, я не помню, когда в марте, нет, простите, что я перебил, что тут его не знают. Так вот я об этом вот сейчас и говорю. А в марте у него день рождения, у Юрия Кноразова. И мы приехали, это было после нашей экспедиции, приехали в Харьковскую, в эту школу там, и спрашиваем, вы знаете Юрия Кноразова? Он не знает, то есть весь мир знает, а мы настолько вот, а мы ищем героев себе, да, а его у нас не знают. Ну, начали восстанавливать, сейчас и улицу Кноразовым хотят назвать, и школу уже, и пошло, пошло. И вот за последние лет пять мы первые, кто это сделали, и начали восстанавливать. Возвращаясь на Тибет, в книге у меня там есть маршруты, как там вторая по величине гора в мире, она пурна, на ней находится королевство Мустанг, который я не знал до посещения, там король в этом королевстве есть, и очень странные уклады жизни, очень интересно, и люди с этим не знакомы. Мы вот рассказываем об этом, о маршруте, как добраться, как это королевство выглядит, как вести себя, чтобы не обидеть людей. И там же мы рассказываем, вот такой проект, я везде, где бываю, пытаюсь найти вот эти вот примеры великих украинцев, которых мы могли знать, и которым гордится весь мир, а мы их не знаем. Вот, и мы находим интересный человек, да, на Тибете, белогвардейский офицер Лисаневич, он когда революция произошла, убежал в Индию, как многие там от того, что не поддержал вот то, что происходило. Вот, и в Калькутте, он в казино там встречается, они там, надо как-то выживать, там свои там, какие были у него там драгоценности, там, что успел собрать, а не то что-то выиграет, что-то проиграет. И вот таких вот беглых людей со всего мира, там, в Калькутте собралось достаточное количество. И когда они вот сидели там, выпивали там чай, наверное, и играли там, его познакомили, говорят, а это вот король Тибета. Он такой, да ладно, насмехался над этим, потом, когда сдружились, понял, это реальный король Тибета. Его выгнали военные просто из Тибета, и он был поражен до глубины души, говорит, как короля выгнали там, он говорит, да, меня любят там люди. Он рассказывает, там он начинает собирать информацию, действительно, ну, хороший человек, и он бы своему народу, и он любит свой народ, его выгнали. И вот он переодевается, идет с группой людей на Тибет, собирает там информацию об этом короле, думает, как это сделать, чтобы вернуть его, начинает заниматься там деятельностью по возврату короля, и возвращает короля Тибета на трон, наш Лисаневич, Одессит. Вот, и когда миллиарды людей там знают Лисаневича, потому что он вернул, то... Я первый раз к своему стыду слышу. Вот, видите, Одессит, наш родич, считаете, да, земляк, которого знают миллиарды людей, которые... И он находится, его похоронили на территории британского посольства, могила у него находится, мы когда пришли, начали эту могилку там, ну, все могилки так, чуть-чуть обнесены, цветы, за некоторыми ухаживают. А Лисаневич такой присыпанный травкой там, ну, металлическая там, на территории посольства, смотритель есть. Мы пришли, там, дали немножко денег, говорю, можешь вот, ну, хотя бы в течение года мы приедем, еще добавим. Вот тебе какой-то взнос там, посмотри, пожалуйста, за могилкой. Купили цветов, облагородили все. Сфотографируй, это есть документальные книги у меня, могилка, и мы рассказываем этот маршрут. И после этого мне присылают фотографии люди все, когда они приносят цветы Лисаневичу. И теперь все, кто едет туда, идут по этой книге, просто идут к посольству, просятся, я говорю, можно спокойно зайти. Если закрыта калитка, позвоните, откроют охрану. Вы не думайте, что туда нельзя заходить. Можно зайти, просто нужно позвонить. И люди идут по этим маршрутам. И вот Лисаневича нашего фактически человека, который узнает, не зарастает народная тропа. Вот такие вот вещи удивительные. Поэтому путеводитель по Тибету мне особенно греет душу, потому что приносит еще и пользу. И наших украинцев там вспоминают, великих украинцев, которые действительно бы могли быть. Но пока что нету в Одессе улицы Лисаневича. На самом деле, путешествия, бываем в разных странах, ища там следы Гитлера, что-то еще, вы ищете великих украинцев или нет? Вот что вы хотите в итоге найти? Зачем и куда вы едете в итоге? Дело в том, что это часть моей работы нынешней. Многие наши партнеры, в том числе иностранные, заказывают сценарии документальных фильмов. Иногда художественных я пока что не видел, мы не прописывали. Мы не настолько, я думаю, охватает таланта пока что, чтобы художественные фильмы для иностранных партнеров прописывать. Хотя в Украине мы снимали художественные фильмы, наши студии. А по миру это самые успешные заказы, и это то, что я, наверное, умею делать лучше других и лучше иностранных журналистов. И тоже в этом есть доля гордости. Например, перед самой пандемией за несколько месяцев нам позвонили наши коллеги и говорят, вы можете вылететь в Южную Эфиопию, в племенах Мурсии. Началась война, они там правительственные войска теснят, они сражаются. Нужен об этом сюжет для нас. Снимите видео, сценарий какой-то, потом наш журналист, возможно, пролетит и говорит, но это срочно не делается, потому что нужно прививки делать, потому что в Южной Эфиопии малярия это самое мягкое, что может быть. Там муха ЦЦ, многие знают, но не знают, как развивается болезнь. Когда она что-то белое нельзя одевать, надо готовиться к этой поездке, и от нее нет никаких прививок. Если она укусит, человек все более становится сонным, 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 пока не засыпает навсегда в конечном итоге. И только у местных есть иммунитет небольшой к этому, они выработали там за тысячи лет. А у нас нету европейцев совершенно. Вот они говорят, вот наша группа должна была лететь, но многие отказались, когда узнали, изучили, куда лететь надо, не могут. Плюс у них там дорогие страховки. Ну понятно, у них там в сто раз, я думал, там в десять раз, наказываться в сотню раз дороже цена этой экспедиции. Они говорят, вы готовы за вот такие вот деньги там? Я посмотрел, говорю, ну не готов, потому что не дай бы кто-то заболеет, надо лечиться. Ну, поторговались, говорят, вы можете вылететь прям завтра или послезавтра? Ну, мы можем, мы быстрые на подъем, у нас уже наработано, потому что у нас за плечами Ирак, Сомали, Полюса, Тибет, ну это уже более простые, там Бутан, кому визы очень редко дают, там Бутан, в моем окружении никого нет, кто побывал в Бутане, например. Вот, и вот такие горячие точки, многие, Панкийское ущелье, когда банда Гилаева зашла туда с Кавказа, и как там военные действия происходили. Поэтому, в принципе, у нас есть группа людей, которые постоянно проходят у нас психологические тесты, физические у нас на высоком уровне, вот эти люди, которые занимаются международными экспедициями, они подготовлены, и поэтому работа нас зовет туда. И когда мы выполняем свою часть работы, мне всегда жалко времени, которое остается вот за кадром тех вот событий. И я тогда ищу, что там еще есть, помимо рабочего плана, что еще для души, чтобы сочетать приятное с полезным. Я ищу следы наших украинцев, наших земляков. Обязательно там, если я там, ну хотя бы с наскоку их не нахожу, то я хотя бы пытаюсь найти интересные истории, истории, чтобы для развития поколения, чтобы раз меня читают, там больше полуты, так миллиона уже в Инстаграме приближается количество на моей странице, значит, и не читают. А Инстаграм все-таки это молодежное такое. И я хочу, чтобы у них горели глаза, потому что когда приглашают там в юридических академиях или в каких-то вузах, в университетах с лекциями, начинаешь там, ну а вы можете там рассказать там о каких-то там исторических аспектах. И начинают зевать люди, такие глаза потухшие. Думают, чем вот можно завести этих людей. И начинаем рассказывать то из своих экспедиций, что осталось вот у нас за кадром. То, что я специально для них искал. Начинают загораться глаза, и люди начинают оживать. Они хотят узнать немножко больше. Они хотят развиваться. Сегодня послушали, завтра книжка, да, потом, возможно, поездка и какой-то кругозорой. Ну, я хочу дать им методику, потому что мир очень большой и интересный. Завести, просто переключать или у человека. Включить тумблер, потому что вот то, что они брошены на произвол, вот эти вот студенты и молодое поколение, это не для них, это для всей страны большая проблема и трагедия, я считаю. И вот этот тумблер включить уже настолько его заелозили, что он уже не срабатывает. Вот как там, там, деньгами, там, родители, наверное, там, ремнем, я не знаю, еще чем-то. Ну вот невозможно, они потухшие. И я вот, удается этот тумблер все-таки включать, и они начинают загораться вот этими вот поисками. И я считаю, что тогда вот миссия моя выполнена. Поэтому в дальних поездках все-таки есть основная работа, которую нужно выполнить. А вот уже, когда хватает времени еще для такие вот вещи, я тоже исполняю. Смотрите, в последнее время мир опять немного закрылся, да, локдауны в разных странах, мировой локдаун. И вот говорят, что в Украине появляется опять такая вот необходимость во внутреннем туризме. Она, конечно, не пропадала никогда. Вы человек, который поездил по миру невероятно много. Но вот говоря об Украине, вот какие бы места вы особенно отметили, может быть, как важные, нужные для посещения вот любого человека, который хочет, чтобы его глаза горели. Или у которого они начали гореть, но вот для того, чтобы они, знаете, так вот набрало силу это горение. Вы знаете, все дело в человеке, чтобы у него желание было. Вот как такой пример, может, несколько неудачный, любой пример, он всегда страдает такими натянутостями. Много моих друзей, особенно послевоенных, после армии, сгорело от наркотиков или от алкоголя. Они находили в этом какие-то вот вещи, не могли вернуться к нормальной жизни после душевных, после сильных травм, которые получали после войны. После нынешней войны, после афганской, уже три десятка лет прошло. Вот. И браться вот за это, тратить или нет, их настолько много, друзей я потерял, что уже у меня выработала система, вот стоит ли браться, потому что есть детские дома, которым надо помочь. Если вкладываешь деньги в здоровье человека, я оцениваю, насколько это возможно, ему помочь этому человеку, насколько невозможно. Может, эти деньги на тому, кто нуждается, ему и действительно помогут. Детский дом в Житомирской области несколько лет назад детям горшочков не было. Они в очереди стояли, писали просто в штаны, извините, потому что горшков не хватало детям и окна разбитые на зиму. В государстве нет денег же на детей. Вот как? И помочь этим деткам надо, да? Или помочь человеку все-таки в больницу его отправить, в хорошую, чтобы его пролечили. И я, наблюдая за вот этими вот вещами, понял, что человек, прежде всего, должен сам захотеть этого. Вот если он сам хочет, он просится. Я ему специально беру, отказываю не потому, что я там проанализировал и ему не хочу помочь, а беру и специально отказываю в первый момент. А если человек сам хочет, он потом стучится еще раз, еще раз стучится. И я вижу, что он хочет, и тогда я помогаю. А отказываю не потому, что я хочу ему отказать, я хочу проверить, насколько он готов. Насколько он готов, да, насколько он готов, сами типа этому пути, потому что проще всего там позвонить, поплакать, там типа, ну давай помогай, а сам буду потом сидеть и возите меня, это без толку все будет. Точно так же, я рад, что в Украине туризм развивается, но это настолько манипулятивно, как мне кажется, потому что наше министерство не уделяет, те чиновники, которые могли бы это сделать, они не уделяют, они вообще далеки от этой проблемы и далеки от государственного мышления. И они не запустят этот механизм, поэтому люди должны сами запускать, а для того, чтобы его запускать, люди должны готовы увидеть то, что происходит. Украина удивительная страна, удивительные места есть, но когда показываешь это человеку, который просто не готов, он там смотрит, но он не увидит все равно этого. Например, Баката на границе Черновицкой области, там подземный храм есть, и поэтому люди, там обряды разные приводят, там и индусов встретил, буддистов каких-то, и японцев встретил, они в подземелье там молятся, ищут свои какие-то корни. Просто удивительное место. Есть у нас там буша, оно сочетается с душа, там тоже есть монастырь чудесный. В Херсонской области у нас самые большие в Европе олешковские пески, например, и там же и заповедники, если с Каньонова. Мест достаточно большое количество, практически в любое место, куда не придешь. Вот если человек заинтересован, он говорит, а вот вы были здесь или здесь там. Называют самое невероятное, фантастическое, сам промышленный район. Мы в Запорожскую область едим к родителям, вы же вот везде рекомендуете, а по Запорожью нам вообще никто ничего не рекомендует в Запорожской области. Поэтому мы так на всякий знаем, что вы ничего не порекомендуете, но может вы что-то там находили. Секундочку, в Запорожскую область, там могильник номер 5 найдено было, древнейшее колесо в музее археологии. Украинцы не знают, что у них находится самое древнее, то, что больше всего цивилизацию вперед, даже атомная бомба не настолько продвинула цивилизацию вперед, как колесо, изобретение колеса, потому что это и гончарный круг, и перемещение тяжестей с места на место, и пушки, и военное искусство. Например, у нас уже когда появились боги наши на колесницах, греческие там двигались уже с копьями, и продвигались на восток, благодаря колесу именно продвигались они на восток, в это время египетские боги по небу на лодочках плавали, у них колеса еще не было, поэтому они лодочками пользовались, а наши продвигались на восток, на колесах. И это настолько оценили даже Индию, что на гербе Индии колесо нарисовано. Но самое старое колесо, самое древнее в мире находится в Киевском музее археологии, вообще украинцы об этом не знают, и оно найдено в могильнике номер 5 Запорожской области. Говорю, рекомендую. Поэтому любое место, где в Украине человек приедет, если он достаточно заинтересован и хочет найти, он может находить вот все. Украина – это чудесная страна, и можно развивать не только внутренний, внешний, ну, к сожалению, сейчас закрыта страна, но людям есть черпать не только вширь нашей страны, не только ездить далеко, но и вглубь можно здесь бесконечно черпать, начиная даже с Амазонок. Потому что, когда мы были на Амазонке в экспедиции, я думаю, происхождение Амазонки, скорее всего, слыхал про Амазонок в Мюнхенском музее, например, там царь убивает царицу Амазонок и несет на руках, он влюбился в нее, убил ее, а потом, когда подошел, ну, ранил ее, вернее, подошел, смотрит во время Троянской войны, это происходило с Амазонками воевали, и он берет эту царицу Амазонок на руки и влюбляется в нее. И вот эта вот скульптура в Мюнхенском музее историческом есть. Я посмотрел, думаю, так, это Амазонок назвали в честь там реки, как это взаимосвязано вообще, начиная рыть вот вглубь вот это вот направление. Оказывается, что есть хроники записок, когда отчет папе римского, испанский инквизитор, которые там двигались, они там Мексику, потом по Амазонке шли, они описывают у себя о том, что они не могут подойти к берегам, заканчивается провизия, корабли идут по Амазонке, а к берегам сопровождают вдоль береговых женщины с луками, а мужчины им подносят вот эти вот вещи, как было в южных там краях Черноморья, Причерноморье, в Северном Причерноморье, как это происходило. То есть тут ссылки, отсылка идет уже туда, и поэтому, когда экспедиционные отчеты шлют, то они пишут, так и назвали река, по которой бегут эти женщины, похожие на Амазонок из Северного Причерноморья, и потом в отчетах написали, вот крайне называют Амазония, 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 и река Амазонка в честь тех женщин Северного Причерноморья. Начинаешь заниматься Амазонки, оказывается, на них ссылка идет, то есть не Амазонки, а Амазонку в честь наших Северного Причерноморья, то есть в честь наших женщин назвали. Такие вот удивительные вещи, поэтому копать вглубь, у нас история удивительная, чудесная и настолько захватывающая, что остановиться просто невозможно. Только люди наши разучились, вот та вот проблема, с которой мы начинали, вот эта отсталась культура из-за технологическим процессов, мы когда спешим-спешим, прогресс нас тянет вперед, мы считаем, на мобильные телефоны это хорошо, там быстрее передвигаться будет еще хорошо, и настолько ускоряется, что человек не может остановиться, подумать хорошенько и решить, что для него важнее. Вопрос приоритетов, наверное, акцентов каких-то душевных. Вот поэтому любое место я могу рекомендовать, главное вырыть вглубь. Вглубь. Спасибо вам огромное за содержательную беседу. И, кстати, воспользуемся все-таки и современными какими-то средствами коммуникации. И я рекомендую вам, если вы хотите продолжить эти увлекательные путешествия с Константином Стогнием, то его Facebook, его Instagram, ссылочки вы найдете в описании к нашему видео. Ну, я в свою очередь рекомендую так же и ваш YouTube-канал, чтобы люди смотрели, духовно развивались. Витражи о вере в красках. Рекомендую. Рекомендую.